здрасьте 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 а также большое спасибо спонсорам этого месяца обожаю вас люблю всем привет дорогие друзья с вами тючев мы сегодня поиграем в игру под названием рот 96 вышла буквально вот пару дней назад буквально вчера позавчера она вышла так секундочку чуть потише сделаю потому что ну я понимаю что вам там так потише звука сделаю каша все-таки хочется мне немножко поубавить а то вообще нихера сам свой голос не слышу я сам свой голос вообще ужасно где-нибудь на 70 поставлю вот и в принципе адрес будет нормально так так субтитры русские все русские все прекрасно все на супер высоком качестве естестве на так дорога 96 про что именно игра понятия пока что не имею вот что-то типа про какую-то девчушку которая отправляется в какое-то путешествие какие-то дороги какая-то вещь непонятно какая-то интересная должна быть игрока это стали песочица этом что-то сама генерируется какие-то люди дороги какие-то короче какая-то новая интересная игра такая в жанре каком-то непонятным интересным таинственным рпг нерпг какая-то приколюхно смотрите здесь уже будет динозавр смешной вот погнали давайте начнем поймем вообще что это такое о чем она так сказать про что и за что это и знаешь что спросить ты обычно путешествуешь в одиночку с друзьями сми так ну я в одиночку я не путешествую я вообще из дома не очень люблю выходить с друзьями ну вот с семьей я бы с удовольствием путешествовал на самом деле недавно даже ездили мы форт красная горка да классная вещь вообще вот но вообще редко путешествие если бы я путешествовал наверное все-таки семьей наверное все таки с друзьями хотя друзья иногда то что назвать путешествие в хотя если пойти в три часа ночи искать пиво в москве это путешествие наверное все-таки с друзьями но я бы сказал что мне обысок свою семьей иlestick но есть такое веселление и жучу кручу и издеваешься эту запрос третки мы переходим и следуешь расписанием или предпочитаешь спонтанность ой не люблю Плюс спонтанность, блин, нет, если я, если само путешествие спонтанно, то да. Но если я заранее знаю, что будет путешествие, естественно, лучше расписание на самом деле. Хотя, спонтанность тоже клёво. Блин, вот расписание, это как-нибудь музеи по каким-нибудь ходить, а так, у тебя есть расписание, а ты что-то интересное увидишь. Я, наверное, выберу всё-таки спонтанность, потому что здесь, ну, всё-таки я думаю, что если у меня что-то собьётся, то я с удовольствием буду спонтанно идти по путешествию. Хотя иногда меня, да, бесят, что мы там идём не по пути, по которому продумали, но я всё-таки выберу спонтанность, наверное. То есть, если что-то путается, наверное, всё-таки спонтанность. Прямо к сведениям. А что с политическими взглядами? При несогласии с правительством. Хорошая попытка, ФСБ, хорошая попытка. Буду протестовать изо всех сил, проголосую за перемены, подумаю о переезде за рубеж, что-нибудь буду делать. Буду протестовать изо всех сил. Точно. А, и последний вопрос. Зачем ты смотришь фильмы? Посмеяться, ощутить эмоции, научиться и узнать, забирать повседневности, испугаться, когда-то... Ну, наверное, ощутить эмоции. То есть, посмеяться, это как бы тоже и научиться. Но, наверное, всё-таки фильмы, я смотрю... Вообще, блин, научиться тоже узнать, потому что люди в последнее время стали меньше читать книг, они больше смотрят фильмы, сериалы всякие, в игры играют. И это тоже, ну, типа, для чего-то, то есть, что-то узнаёшь, что-то новое и так далее. Да, но всё-таки я смотрю фильмы, чтобы именно ощутить какие-то эмоции. Ещё можно посмотреть фильмы, чтобы... А, ещё, чтобы научиться и узнать, да. О, две вещи дали выбрать, неприятно. Видимо, ты, как и другие подростки беглецы, пытаешься покинуть Петрию. Пересекать границы очень опасно. Поверь мне, с теми, кого встретишь на дороге, надо быть поаккуратнее. Не вздумай в обморок упасть. Но любое решение может определить судьбу и твою, и Петрию. Ладно, думаю, тебе пора. Надеюсь, ты справишься. Да, я читал, что это, типа... Что это, типа, мы сваливаем из какой-то диктаторской страны, напоминающей Россию, почему-то. Так, а следов... Что? Что это такое? Господи, непонятно. Июнь, 11 июня 96-го года. Как раз-таки дорога 96. А вы что думали? Трасса? Трасса? Е-96. Мы сейчас вон там? А нам надо вот одна наверх, что ли? Пока непонятно. Но... Посмотрим. Джинан Ньюз, 21 июня 96-го. Соня специалист. Эй, я веду репортаж из страшной границы от подножки гражданской горы, где в 86-м году черная бригада совершила теракт. Напомню, в этот день начиная взрывчатка-грузовик бригады, врезался в гору, обвалы у него сотни жизней. Хе-хе-хе, перья. Через два месяца, в день выборов, десятилетий годовщины трагедии, а с этим самым месяцом садится церемония памяти жертв теракта. Гони все бабло, что есть. Да, все, черт его бабло. Это ограбление, всем свободным экипажам ответить на вызов. Хе-хе-хе. Выезжай, прием. На церемонии будет без интеракта. Тот, кто построил стену. На границе защитил страну. Защитил страну, ну да конечно, блядь. События обещают быть в данном время печальным и торжественным будет объявлено имя следующего лидера страны. Ой, до хуйня это все. И я, конечно же, буду вести репортаж с места события. В реальном времени. Соня Санчес, GNN, прямое включение. Дорога 96. Ай, девяносто чертся. Так, 1531 километр до границы. Так я все-таки хочу свалить из страны. Следовик, судите. А зачем мне сваливать? Вроде все нормально. Вроде нас защитили, построили стену, так сказать, чтобы защитить нас от каких-то там враждебных западных стран или что-то типа того. Какие-то, которые там теракты устраивают от террористов нас защищают. И сейчас следующий президент у нас сменяемость власти еще вдобавок есть. Зачем нам вообще уезжать? А я понимаю, это все те герои, с которыми мы можем встретиться по пути нашего путешествия, наверное. Типа мы будем... Блин, нас типа подвозить будут или что-то типа того. Возможно, мы как бы на попутках будем ездить и будем пытаться добраться до границы. И... Но все эти люди, как я понял, из трейлера, они не особо лояльны этой власти. Вот. Поэтому, возможно, они нам помогут. Но мне кажется, что какие-то... Вот там я вижу каких-то чертов, блядь, какие-то два мужчины одеты в балакла... А, это террористы, это которые эти самые... Грабители, точнее. Голдфингер. Золотой палец. Спасибо, ты пойдешь. Теперь я все время дается игрой. О, устретили Алис, Алекс. Ты что там? Так, ебать, выглянуть наружу. Ну, давайте выгоним. Как собаки, знаете? Так, хорошо. Можно бибикнуть? Автомобиль производства Петрио Моторс. Петрио Моторс или народу сильная машина. Так. Ебать, мы гоним! Ты что, с ума сошла? У тебя, блядь, бензин заканчивается, кстати. Можно музычку поставить. А освежитель воздуха для Петрио Моторс единственный автозавод Петрио Моторс содержимая машинку. Понятно. О, рюкзак. Рюкзак Алекса, полный крутотехники, чё, держи техники. А, это Алекс? Это мужчина? Ой, извините. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ты точно играешь? Ты не взламываешь выборы, блядь, в западных странах? Ну ладно, ну ладно. А чё, ещё у тебя чё-то есть, нет? Походу нет. Ладно, давайте, можно музычку поставить? А у меня есть, у меня есть Revolution 96. Что-то не слышу ничего. Ладно. А, вов, чё-то пошло. Ну, какая-то странная музыка. Что-то типа это Underground. Ладно. Далеко собрался. Туда, где свет Холянный. Я только подзарядить моё омега оборудование. Понятно. Давай, давай, спроси меня. я многозадачен как сырный цезарь а чё спросить то если это как выжить стопщику не курсе о не в курсе как перейти границу я не хочу сбегать этого парня знает другого а то знает одну девку она перешла по секретным тоннелем на границе чего перемены не стоили есть у нас победят они здесь она снесет а с выборы и туда есть она победит то она снесет стену да это и блять надо блять хотя можно дать и проагитировать проголосовать да я и в колонизацию полезу бежать не ну я считаю что вы перемены не стоили на ходе самое главное это все-таки мирным путем пытаться изначально поэтому мне кажется что если победить флорест она реально снесет стену на него длина все равно не выиграет тирак этого не допусти рак блять а еще более абстрактного имени для лидера не могли выдумать теперь поработай над этой просто подводим какого-то пацана я-то думал что мы я думал что мы девчушка какая-то которая хочет бежать хотя может быть мы и правда девчушка я просто так и не понял кто я наверное я это я или у меня какой-то есть просто тип герой понимаем это не бета готова что это такое не часть и быстрый я игры продаю а это он делал игру и комбат сам собрал когда-нибудь у каждого такой будет от закон вообще нет а может я тебя сдать я такая внешность как будто это в нашей стране незакон так назови их лаптопы мы даже фирму открыть может даже фирма открыть зуб даем за мелкими компами будущее жрать охота прочь еды у компа потерялся проще кого подсказку маленький коммунист по мелких компам прешься накрутиться накопить вот именно с компами ты не поговоришь увидишь чем увидишь на мага мы будем или чё да давай давай пытаясь эту страну давай сначала поиграем так что так я еду на границу и подбираю попутчиков заодно все все понял называется злые танки в этом танке и они злые жизнь да еще у меня 4 теперь у него 2 я еще сейчас я профи я в этом форте сукотина теперь 3 тихо 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 папа одно сердечко осталось так как осталось добить тихо 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 да ты ролишь теперь сыграем серьез а алекс собрался в перчатке смысле ты мне поддавался что а ты чё ты чё ты чё ты чё с ума сошел что ли и не надо тихо 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 сердечко на нахуй ай слышь может и лучшим типа игрок вынужден собирать патроны или пули чтобы от себя наскакивали это скажешь скачьи пули классный патроны это кал патроны патроны кал давай утихо бля он же сам а а его тип блять а типа его патроны его не убивают сука она патрон еще сердечки уничтожают да ладно то скажешь только честно ненавижу уронов не нравится добавим сбор патронов давай добавим блять еще усложнили нахуй зубе патронов тип боли меня патрона да бля у него три ты охерел настоять до тех стоять то что ты такой умный то но и меня тоже убивают так попал до вон нахер нёс арсенал целый нет дать что за имба то хватит так меня есть патрон у него два сердца всего не важно у него патронов его всего два сердца если мы сможем нормально уворачиваться мои меня не убивать теперь скажешь можно еще лучше бездонный магазин круче все-таки пизду блять эти ваши патроны я уже говорю об этом не нормально нормально все давай последний раунд пизду эти патроны короче это для лохов для каких-то патроны слишком какое чудо имба подкрутил себе как он проехал так как он на нормально все идеально круто здорово вот аванс счет будущей прибыли прибыль там будет точно я тут не груша плачу 20 баксов да ладно ни хера ты ты же ты же мелкий это деньги то вообще мне даже 13 было вообще я когда-нибудь сотни игроков зарубится в одну и ту же игру одновременно останется только один эпик отличная идея однажды мы напишем эту игру ты мне крыш сносишь кто тебя такому научит вот именно кто тебя такого научил никто сам насобачился у меня огромный мозг как губка типа все впитывает или дырявый предки тебя научили ты чего чел ты чего все нормально походу предков репрессировали просто я с ними не знаком но с настоящими родителями теракт 86 помнишь ну да короче дается мне что моим настоящий родителей там погибли очень сочувствовали хуже всего их не помню даже вообще как не стараюсь вспомнить только это фото и осталось какое покажи фото мужчины и женщины сделать 9 сентября 86 день теракта ли считает что этого биородители это каких-то какие-то они это пикселевые чел это джинн день атаки их там на секунду видно кучу всего про комп и выучил пока отретушировал впечатляет чел молодец спасибо я все-таки девочку похоже мне надо было выговориться я не знал он говорит он где какая-то girl все-таки я баб все-таки бабень 20 баксов и вопрос дружище поэтому я и путешествую они конечно умерли наверное камнями завалила но я все равно хочу узнать о них все что смогу удачи в поисках аликс спасибо наш меня в следующей точке горячка почти нуле я говорил об этом самого начала удачи со злыми танками вруби музыку поехали ветерком так я врубил уже вообще-то точнее так тысячи смысле все так быстро 700 километров до границы осталось так мне посвящался алекс то есть мне могут посвящаться вообще любой чувак на пути границы 20 процентным шансом не выпал алекс или что или 20 процентов это сколько я исследовал сухая исследовал разговаривая с ним пока непонятно можно звонить на каждый номер телефон может так можно обнаружить какие-то секреты блин прикольно это какая-то игра собиралка а может быть потом вернуться и типа поговорить заново блин или что-то блин это интересно вау я люблю такие вещи знаете когда типа там всякие штуки собираешь типа ты какие-то вещи про ну они 10 копея здесь случайно генерируются какие-то моменты с точки зрения геймплея вот именно спутник вот сейчас может любой из этих вот 6 оставшихся попасться даже грабители которые грабили банк блять 12 июня 96 сегодня силы истратились что такое смс лайк тинс и перед таки ты парковался на ночь и пожаловать в ночной лагерь скайс в смысле так ну чирак это брежнев президент и рак разве безопасности петры гласы базарти рака а чё камеры есть какие-нибудь нет нахуй блять сорву президент сакс надежда надежда для петри бездетские придется что голосуйте за перемену следует за сенатора флорес но я не буду я испоганивать звоните 96 112 знаете что-то передатчики бригады бригады как раз таки типа типа как я понимаю террористы какие-то подростки что-то знаете звоните 5 5 5 5 5 немедленно а у меня есть телефон какой-то и джей не у меня вроде нихуя нет прогресс собранные предметы нас все таки про а сейчас я буду с какой-то зоей что-ли собранный ответ параметр никого телефона что-то нема по телефону вас умоляю ладно ладно пойдем вот и зои зои на чем напоминает молодую хлоу из life is strange эй о милый котик голосовать пойдешь да знаешь вот еще и поэтому терак отправляет вас подростков знаешь куда то у вас не было права голоса а понятно как тут кота это мистер боттлс не видишь совсем дикий погладь все ты чё зои марта потыкать кота потыкать нельзя за перемены так и что и чего я пойду зойка тогда так но огромная стрелка указывает сюда рецептор четыре семь пять девять непонятный п слушай я верни деньги я не стану взять полицию здесь два дня назад парня зарезали и они не приехали такую мелочь точно не поют а вот зойка так мужики подали дать я сейчас разберу дать мир сами посадить что происходит иди голосовать опа можно купить пожрать надо восстановить силы придах ага резервку попил злаковый батончик газировка вода банк зелфу злаковый батончик она брать мне кажется больше всего восстановит до восстановил чуть-чуть хорошо хорошо звоните 96-112 что-то знаете ради придаточки бригада у меня нет телефона я бы позвонил бы я правда ничего не знаю к сожалению 4166 не понятно какая-то бабища на календаре это мужик в огне сексуальный пока что ничего не понятно такой лагерёк это типа знаете тут живут люди в америке да у нас были что подобных были гаражные кооперативы или что такое не на есть они сейчас или нет вот но это типа дом с вагончиками с фургоном лагерь целый огромный с где живут себя в вагончиках потому что сдают вагоны и так далее прикольно так что такое она ничего не крала я думал там за 8 это не зло я блядь было пускать тетка была сварливая баба с трубой какой-то сидит все в порядке все хорошо ничего не хорошо она взломала мой офис оборвала оборвала варбала у меня доказательства есть да кто вы ее адвокат нет у меня доказательств она включила мою камеру наблюдению она преступный гений преступный гений молодежь на коми эти нервы я пошел иди блять я бы и сама разобралась знаю мужику да бля вам псих какой-то уж поверь видала ей похуже в любом случае добро пожаловать в лагерь ночного неба если любишь стрёмные трейлеры то что надо я люблю обожаю стрёмные трейлеры значит ты нашла сурочки бабины где можно передачать бесплатно есть картонки возле карла танцора карла танцора на тип один на танцевальных конкурсах поехал увидишь поймешь окей до встречи ладно увидимся еще под машин там не попади ладно окей поет ебать чё поешь на трубе ты сыграешь мне нет зойка я прыгать не умею кстати мороки забраться нет ну пой дальше ладно так что она будет дальше петь хорошо ведь можно картонках поспать можно постучать куда-то походим еще посмотрим таки наверное еще ночлег это как бы есть 27 долларов то есть принципе есть теоретически на что переночевать как-то не на мор везде стучать кто-то пьет сидит здорово деньги есть ну да мило мило можно мне немного ну на вот и добрая душа поэтому в топе тебя сожрут ну а чё делать-то я такая съем не спорченную еду а вкуснятина хе-хе главное чтобы завтра не пронесло блять какая картошечка осталось можно был тоже докажешь на самом деле вообще не стоит пропадать еде о теле и батя тут туса так присоединяйся если выдержишь я давай никто не способен танцевать со мной я на порядок круче но отрывайся ведь о чем зашла речь никто не может танцевать со мной да я нормально где можно переночевать бесплатно возле того парня есть картонки но он храпит я понял арендовать как можно что не слышу тут музыка как арендовать трейлер нет чем-то карать поговорить с владельцем его офисе понял понял здорово чел простите вас денег не будет а где можно поспать вот картонки надо же тебя предупредить я храплю все понял то есть можно теоретически лечь спать но я сейчас не буду ищут умея не пойдем нас еще есть возможность поговорить с владельцем прикиньте ему кайф с обломать и пойдем можно постучать куда-нибудь открывай можно всех побудить походить алё добрый вечер никогда не открывают так а где-то его офис что должен быть до этого главного чистота 191 9 голос бригады это ваш папа baby приближаются фальшивые выборы и все больше стран призывают к отставке тирана то есть тирака но уступит ли он трон конечно нет именно поэтому дорогие дружесушители необходимо сопротивляться этому человеку и его правительству изо всех сил а теперь послушаем мотивчик от новой группы и помните папа baby вас любит ты оставил радио снаружи дэнни выключи пока нас не арестовали дэнни выключи я дэнни то дэнни то выйдет нет так что у нас находится но я знаю радиопередатчики только мне позвонить ладно я не буду сдавать бедных бедного дэнни а то еще реально блять посадят на бутылку бедного дэнни наху она но постучать не к ним тоже не дают на самом то деле а вы запомнили волну 106 и что-то там вести код бля я помню сейчас я сейчас я помню владелец там и у него на столе был код не знает чего это код ты что-то найти не можешь себя и себя и то не найду чтобы арестовать арендовать трейлер ступай по лесу справа от меня выбрать владельца да я нормально или танцующего типа вот за него есть картонки да я все знаю спасибо я бой дальше я вообще-то хотел я тут нашел какой-то код открыть его так чё подожди здорово да подожди этом код 4166 подожди подожди я сейчас наебусь сделано это сначала с ним поговорю а потом на его систему этот код сразу заметил здорово что это место у меня тут трейдеры есть их можно переночевать если денежки водятся что предложишь дебать меня столько нету могу позвонить я тут ладно ладно я я знаю как поспать бесплатно или на картонках или 4166 нормально 4166 я помню здорово вы сказали что дите мне еще неделю мяч купинать можно да ладно да ладно кай подожди а я спорт спорт а можно поиспортить плакаты еще с этим с мужиком с усатом нет я напомню 4166 4166 так тихо спокойно все должно быть интересно у я нет денежки денежки абсолютно беспален все никаких проблем ну я не виноват он сам мне код сообщил он оставил его на столе без присмотра на 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 а можно поставить пластик да если было сказано выключи радио вот и я клянусь отдай так что то здесь еще может быть я пропустил но в принципе у меня уже есть деньги я бы не хотел их тратить на какой-то блять отель вонючий я бы просто в картошку бы поспал только что он храпит там вот давайте посплю на картон деньги приберегу в конце концов нахуй мне этот отель блять эти под открытым небом там никогда не спальник епта там ряд пушистыми мишанина если я веду мех там какой-то это спальный мешок закутаешься вот этот звод скрыг сверчков какой-то морд проснись пойдем потасуемся что наверху пойдем потасуемся эй сюда посиди со мной ля нахуй зефирок не найдется извини я у всех спрашиваю не так хорошо тут наконец-то кто-то нормальный а ты как тут оказалось ушла из дома в начале лета хотел выбраться из петри как и ты полагаю отец думать я просто путешествую на самом деле домой я не вернусь а почему вести нормальную жизнь отец говорит мне повезло что у меня есть привилегированное положение но это отвратительно особенно теперь когда я узнала что неважно думаешь не получится даже не знаю говорят только одному из ста удается короче я понимаю я понял отличается остальными известны карьеры или что похоже я понял мы короче как северная корея у нас есть стена и там говорят что там типа там за северной за стеной там короче пиздец там террористы ужас полный трэш пиздец говна а у нас идеальная самая лучшая в мире страна на самом деле все понятно окей карьеры сюда про детей про которых думают что они хотят перейти границу там ужасные вещи происходят очень надеюсь мне никогда не доведется узнать на своей шкуре ладно хватит об этом почему бы не включить музыку игра играет или две в голове блин а я умею что это было да что я мне надо нажимать или просто водить мышкой вот я drop куда быстрее ты я и так не справляюсь Да ты ржёшься, блядь, сама попробуй, блядь, мышкой-то поводить, ёб твою мать. Сид, угорая, блядь, рыжая, нахуй. Ебая, блядь. Три часа ночи. Быстро всё убрали, пока я не поднялся. С меня хватит, чтобы, как раз, эту дуку вашу тут не было. Понятно? Я мне ещё и 50 баксов спиздил. И не задумайте вернуться. Никогда. Это было круто. Думаю, в этот раз да, но не парься. Я всё равно собиралась уйти. А, мне просто тебя жаль. Попадешь вместе, а? Это мило, но... Думаю, я лучше подержаться в одиночку. Мне это важно, понимаешь? Понимаю. Спасибо за понимание. Ну тогда, наверное, пора паковать вещи. Удачи там. О, это тебе. На память об этом моменте. Деньги? А, нет. Пешком вытаскивать автобуса. Поймать попутку. Попутку поймают. Что нам брать? Правильно? А у меня... Что у меня? Бензин закончился. А, у меня просто закончился бензин. Я не стал заправляться. Серьёзно? Блин. Ну, игра классная. Игра интересная. Игра прям, вот, не знаю. Мне прям заходит. Прям она какая-то реально балдёжная. Не знаю уж. У всех наших плохих поступков есть последствия. Как и у хороших. Ну, это понятно. Не знаю уж, что будет дальше. В плане сюжета и какого-то геймплея. Никакая непонятная. Но довольно интересно. Довольно атмосферно. Классно. И я думаю, что мы вполне сможем продолжить. И выбраться, так сказать, к границе. Ну, а пока. На этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Ссылка на неё в описании. Также вы можете вступать в группу. В Дискорд. В сервер. Сколько я скажу. В описании. Также вы можете поддержать. Мастер-класс. Либо же оформить спонсорскую подписку. Каждый разный бонус. Так, ребята, всё. Всех люблю. И всем пока.